Полиция Майами. Отдел нравов. Это шоу было одним из самых крупных хитов телеканала NBC середины 80-х годов, и оно продолжало оставаться таким до начала 90-х. Этот сериал был бьющимся телевизионным сердцем пятничного вечера. Пульс и бешеный ритм супергламурного Майами были поставлены в противовес кошмарам изнанки этого города с белыми песчаными пляжами кокаина и героина. Майкл Манн сделал сериал таким, каким его любят и знают. В техническом плане это картинка с мягкой цветовой гаммой и просто феноменальное музыкальное сопровождение. Грандиознейшее ТВ-шоу, в котором активно использовались фоном лучшие образцы рок- и поп-музыки, а также клиповый монтаж того периода. Сонни Крокетт в исполнении Дона Джонсона был необузданным детективом из Майами, который жил на парусной лодке. Она была под охраной его аллигатора Элвиса, названного в честь певца Элвиса Пресли. Второй главный герой, Рикардо Табс в исполнении актера Филиппа Майкла Томаса, был чернокожим нью-йоркским уличным полицейским, который приехал на юг США с целью добраться до крупного торговца наркотиками, который убил его брата. Вместе они убойная и эффективная команда, работающая под прикрытием в Майами, городе Контрастов. Часто в течение сериала они не спеша разъезжают по городу в черном спортивном автомобиле Ferrari Spider, который чуть позднее был модернизирован до более современного Ferrari, выполненного по индивидуальному заказу специально для телесериала. Невероятно шикарнейший сериал, основанный на стилистике MTV, был в числе 10 лучших сериалов того времени, по крайней мере первые три сезона. Сериал превратил актера Дона Джонсона в крупный секс-символ того времени и сделал афроамериканца Филиппа Майкла Томаса разрушителем женских сердец. А саундтрек телесериалу, написанный Йеном Хаммером, стал невероятно популярным. Так кем же был Sonic Rocket, сыгранный Доном Джонсоном? Грубоватый, прохладный, одетый в дорогой спортивный пиджак поверх футболки, небритый и без носков. Его партнер, Рикардо Тапс, был полной противоположностью, всегда опрятен и всегда вооружен для любой ситуации, которая возникала у напарников. Также он умел вовремя увести героя Дона Джонсона от необдуманных поступков. Просто невероятно, но эти образы продиктовали моду того времени. Совершенно справедливо, что многие зрители воскликнут. Не может быть! Как так? Простые полицейские носят дорогой Армани и прочие топовые дизайнерские лейблы. Разъезжают по городу Феррари. Какие же сверхприбыли подняли маркетологи, сумевшие вовремя впихнуть американскому потребителю благодаря сериалу «Итальянскую моду» или, например, легкую небритость, которая достигалась даже продажей специальных электробритв. Герои сериала, чем дальше, тем больше походили на сверхдорогих мужчин-моделей, умудрявшихся менять сверхмодный прикид трендовых цветов более пяти раз за эпизод. Пиджаки, макосины, футболки, солнцезащитные очки. Индустрия завертелась быстрее и мощнее Квазара. Это просто невероятно. Но и оружейные бароны пропиарили свою продукцию в этом сериале. А что говорить про автомобили и катера? Производители выстраивались буквально в очередь и с вожделением смотрели в глаза продюсерам, дабы те взяли в сериал хоть что-нибудь из того, что те производят. В 21 веке шоу набирает новую жизнь, так как мода на ретро не спеша вступает в свои права. Что можно еще сказать о шоу «Полиция Майами. Отдел нравов»? Фанаты, да и просто зрители, все же сходятся во мнении, что лучшим сезоном является первой. В первом сезоне было все, что сделало сериал тем, чем он является сейчас. Наглядный пример, как телепродукт, который поначалу бежал за паровозом моды, сам стал этим паровозом. Благодаря ленте «Лицо со шрамом» и сериалу «Полиция Майами» толпы туристов оказались буквально одержимы идеей увидеть этот город порока. Также можно со всей уверенностью заявить, что эстетика сериала почти целиком зависела от Майкла Манна, продюсера и одного из создателей. И стоило тому отвлечься от проекта, как сериал начал терять свое очарование, заложенное таким трудом в первом и втором сезонах. Были и провальные эпизоды, но это лишь ложка дегтя в бочке меда из Майами. Это действительно крутое зрелище для киноманов и сериаломанов, торчащих под 80-е. И если вы что-то ищете из того периода неоновых вывесок со своими прибамбасами и фишками, то вам сюда, в Майами, город порока.